Порода золотистый ретривер Вся по тем временам они производили настоящий фурор на выставках А чего стоит взгляд? Этот взгляд покоряет, как покоряет и взгляд лабрадора И непроизвольно останавливая ихся А ноги сами идут навстречу маленькому пушистому клубочку, пахнущему молоком А этот клубочек пока еще с трудом напоминает будущего эффектного красавца Неизменным остается лишь взгляд Безгранично добрых, переполненных нежностью и любовью карий глаз И уже невозможно представить свою жизнь без собаки, без голден-ретривера В книге Джан Палмер «Ваша собака» можно прочесть Как не расхваливают золотистого ретривера Этого идеального друга для всех и каждого в семье Все будет мало Это абсолютно надежная собака И это действительно так С этим мнением мы уверены согласятся все владельцы голденов Ведь не зря между собой этих собак называют золотым счастьем Очень красивые собаки И я думаю, вполне соответствуют своему названию Они золотистые, красивые Очень добрая порода, очень хорошие собаки Я считаю, что эта собака – самая лучшая собака в мире, которая должна быть в семье Особенно там, где есть дети или пожилые люди Эта собака – самый верный друг Самая добрая в мире И я считаю, что для семьи, которая любит животных, это самый лучший вариант собак Самая красивая собака вообще из тех, которые мне понравятся Очень красивая порода, тем более очень дружелюбная Семьянин отличный Друг детей большой Кто-то может спросить Голден ретривер, лабрадор ретривер А что это за ретриверы такие? Ретриверы – это охотничьи собаки В переводе с английского обозначают находить, подавать по носку Аналогично латинскому apport Ретриверы были выведены для отыскивания и подноски дичи на суше и на воде Они работают после выстрела В прошлом веке составляли единую породу И лишь позже отделилось шесть самостоятельных пород У ретриверов необыкновенный нюх Прекрасная память Крепкая конституция, они выносливые и сильные Самые популярные из шести пород ретриверов Конечно же, лабрадор ретривер и голден ретривер Родиной возникновения и развития голден ретриверов, как и лабрадоров, является Англия Англичане возвели разведение собак в ранг настоящего искусства Этому способствовало много факторов И благополучная мирная жизнь на протяжении столетий И недостаток возможности сделать достойную карьеру для многочисленных отпрысков дворянских семей Охота лошади и собаки Вот те из немногих областей, где они могли применить силы и фантазию История породы голден ретривер связана с именем лорда Твидмаута I В 1960 году канал-клуб Англии официально признал заслуги лорда Твидмаута в создании породы Племенная книга и записи родоначальника породы Созданы благодаря его внучатому племяннику лишь в 1952 году Которые и пролили свет на истинную историю возникновения породы Романтическая популярная версия о происхождении голденов от русских цирковых собак Не имеет под собой почвы Иначе это было бы отражено в скрупулезных записях лорда В 1868 году Ньюс, единственный желтый щенок из помета ретриверов, купленный лордом Твидмаутом Случайно у сапожника во время прогулки в Брайтоне Был повязан с Белли водяным спаниелем, собакой размером и формой, похожей на ретриверов О чем сохранилась запись После чего родились три щенка Они являются прародителями всех голденов Лишь в 1913 году английский канал-клуб признал голденов как отдельную породу В Соединенных Штатах Америки голден-ретривер был признан как отдельная порода в 1930 году Это собаки-охотничьи изначально Они выведены для подноски дичи Но дичь носить не очень часто нужно А собаки получились у них умные, очень обучаемые Самое главное качество – то, что они привязаны к человеку и то, что они очень легко обучаются Кроме того, они такие красивые на вид Их приятно держать в доме Они, как все охотничьи собаки, почти не имеют запаха И поэтому они очень часто просто как домашний любимец Еще как собака для детей в доме Собака для пожилых людей Собака для просто счастья семейного, вот такой красоты Очень любвеобильные собаки То есть они очень, как бы, такие деликатно любящие Сегодня в Соединенных Штатах Америки Очень расхожа поговорка Настоящая семья – это муж, жена, дети и золотистый ретривер Находясь на другом конце земного шара И хотя бы один раз в жизни увидев золотистого ретривера Невозможно с этим не согласиться Очень добрые, ласковые Очень добрые, необыкновенные Я никогда не думала, что у нас будет собака И когда мы получили такой чудный подарок Теперь это самый любимец нашей семьи Она очень уравновешенная То есть я знаю, что она не сделает чего-то, что другая собака может сделать Она очень послушная Я сказала, что уже не животное, но еще не человек Очень интеллигентная, умная, домашняя, добрая Это друг, мой друг, друг моих детей Мы все его очень любим Знаете, золотистый ретривер, я считаю, вообще собака бесподобная И собакой вообще трудно назвать Они больше челобаки, чем собаки Потому что настолько они с человеком в унисон живут Полностью и совпадает характер, и понятие жизни Ну, полностью это человеческая собака Так кто же все-таки такой золотистый ретривер? Челобака Пожалуй, это одно из самых емких определений Основная роль золотистого ретривера сегодня Это роль члена семьи Верного, преданного и бескорыстного друга Роль в выполнении которой Голден достиг огромных успехов Голден удобная собака Как утверждает Лена Ушан Руководитель породы в городском отделении Косово родная природа Но этот человек нас искренне покорил своим энтузиазмом Я бы даже сказала безграничной преданностью И делу, и своим челобакам А Робин и Вуди, ее воспитанники, платят тем же безграничной любовью И когда общаешься с Леной, с Робином, с Вуди Невольно понимаешь, что мир вокруг тебя становится светлей и полней Поскольку в этом мире правит любовь Они любящие собаки Это самое светлое Светлый, солнечный пес Это самое главное в них Очень много любви Это любви к детям, к членам семьи Если кто-то заболевает, собака вся там Это их основное Любовь в них В каждой черточке, в каждой шерстинке Целая куча любви Вот так Лабрадор-ретривер – это подружейные собаки В первой половине XIX века В Англии распространяется стрельба из ружья в лед И становится очень популярна охота на водоплавающую дичь Сквайры начинают различные эксперименты Желая получить идеального портировщика К середине XIX века Выделяется новое направление и новая порода ретривер Ставшая очень популярной у английской знати И уже позднее ретриверы и разделились на шесть основных пород Где лабрадоры и золотистые ретриверы несут пальму первенства Если еще не являются идеальными портировщиками То очень близки к этому Что же поражает даже бывалых охотников Это природное умение находить и приносить подранка живым Как у лабрадоров, так и у голден-ретриверов Нам же приятно, что помимо эффектных шоу-качеств Голдены каждый раз подтверждают Мы в первую очередь охотничьи собаки и гордимся этим Я не охотник, но поскольку для разведения нужно обязательно подтверждение рабочих качеств Чтобы порода сохраняла свое исходное, исконное Чтобы порода оставалась такой, как она должна быть Охотничьи качества должны развиваться в породе, безусловно В Уди и Робин они уже сдали рабочие испытания Мы занимались с ними где-то с полугода Это долгий процесс, очень долгий процесс Чтобы обучить собаку, чтобы она действительно работала Где-то с полугода я с ними занималась Мы ездили на озеро, на Сухой Лиман Гена Иванов мне помогал их натаскивать И Борис Петрович Александров принял у нас испытания Это первые голдены на Украине, которые имеют рабочий диплом Я очень горжусь этим Голден-ретривера, как и лабрадора-ретривера Со смелостью можно назвать универсальной собакой С этой собакой не нужно исчезняться командами Умственный потенциал настолько велик Что позволяет понимать целое выражение и чувствовать все интонации И все это голден-ретривер собака, друг и собака-труженик Их используют практически во всех, везде, где используются собаки Везде, кроме охраны То есть это и поисковые службы И поводырих слепых Это такая уже заезженная фраза, что лучше поводырих слепых это голден Но тем не менее, да, это так И действительно детская нянька Помощь инвалидам То есть все что угодно Все собачьи профессии, это все голден После выхода на экраны фильма «На пути домой» Золотистый ретривер стал мечтой многих ребятишек В народе говорят, устами младенца глаголят истина И, видимо, именно дети максимально глубоко чувствуют окружающий мир Если в мире вашего ребенка есть место золотистому ретриверу Значит, он будет смотреть на все через золотую призму И поверьте, 90 шансов из 100 вырастет хорошим, добрым человеком Золотистый ретривер и лабрадор – это моя мечта детства Еще с детства я был очень зачарован поведением и игрой этих собак И когда мы увидели золотистых ретриверов Мое сердце перемкнуло к этой собаке И я не смог ее не взять с собой Вот так мы и взяли себе собачку По большей части я взял себе друга, чем защитника или караульную собаку Это мой друг, это мой компаньон А сколько она у тебя уже живет с тобой? Она со мной живет уже полтора года И за вот эти полтора года, вот что тебе больше всего в ней нравилось? Ну вот одно дело, знаешь, так вот знать, слышать, что о них рассказывают А вот когда она дома, вот что больше всего поразило? Умение меня развеселить Когда у меня плохое настроение, когда что-то не ладится Она всегда придет и поможет Сегодня в программе мы специально не рассказали о стандарте и развитии породы на Украине О лучших питомниках и о многом-многом другом Об этом в следующих программах Нам хотелось просто передать свои ощущения, свои чувства Не знаю получилось или нет, знаю только одно Голден ретривер это потрясающий друг Если бы я раньше не отдала сердце лабрадору То остановила бы свой выбор только на золотистом ретривере Ну а закончить программу хочется отрывком из статьи Лена Ошан Поскольку лучше сказать просто невозможно Золотистый ретривер лучший помощник и компаньон в повседневной жизни Я убеждена в этом И приглашаю вас разделить мою веру Голден совершенен Спасибо лорду Твидмауту Это универсальная собака Пригодная для любой работы Не агрессивная, а от природы послушная Крупная, сильная, красивая Это солнечный пес Он живет, чтобы делать ваш мир светлее Свет души Голдена Отраженный в переливах его шерсти Принесет радость в любой дом Сегодня мы с удовольствием продолжаем рассказ О голден ретриверах Эта порода появилась в нашей стране совсем недавно Всего 6-7 лет назад И появилась именно в нашем городе Первой собакой голден ретривером Одессы Стала собака Елены Ошан Мы в своих архивах нашли записи Семилетней давности Где первый представитель породы Голден ретривер Украины Выглядит в полной красе Скажите пожалуйста, почему вы привезли Эта привозная собака? Да, значит мы привезли ее из Минска Но в Минске она была одна И вот сейчас она после всего тоже осталась одна Потому что остальных собак увезли в другие города В основном в Прибалтику, в Москву, в Ленинград Значит, ну дело в том, что мы долго пытались найти собаку Которая нам действительно подходит, мы с женой В общем-то остановились на этой собаке Потому что, ну, она называется голден ретривер Иногда переводят как золотой или золотистый Золотистый по цвету, золотой по характеру Это такая порода, значит, на всю жизнь То есть вот она привязчиво будет любить вас, ваших детей Еще говорят, что во многих странах Она является признаком семьи, символом семьи Итак, прошло семь лет Лико – это первый голден на Украине Вот, ей уже семь лет, восьмой год ей уже пошел Вот, ну, конечно, она по своему типу Она очень сильно отличается от того, что есть сейчас От того, что, как бы, вот, возможно, в принципе Вот, но тогда это был действительно То есть ее бабушка – первая собака в России Ее мама – первая собака в Белоруссии Вот, а Лико – первая собака в Украине То есть это из самых-самых первых За эти годы порода голден-ретривер Приобрела неслыханную популярность В отличие от своего ближайшего родственника Лабрадора-ретривера Золотистый ретривер, безусловно, более эффектен Ринги голденов магнитом притягивают зрителей Это настоящее шоу И что особенно отрадно Королями и королевами этого шоу Безусловно, становятся одесские собаки Для нас она сравнительно новая порода Великолепная порода Очень с хорошим темпераментом У нас завезены очень хорошие собаки В целый ряд питомников и заводчиков Среди очень интересных заводских линий Завезенных с Англии и других ведущих питомников Можно назвать одесских голден-ретриверов Видя работу одесских заводчиков, душа поет Взгляду предстают лучшие из лучших И один другого краши А секрет успеха прост Люди, которые занимаются сегодня разведением Голден-ретриверов в Одессе Отдают этому все без остатка Силы, здоровья, знания Разводить голден-ретриверов совсем непросто Эта собака не маленькая А к жизни в вольере совершенно не приспособленная Ведь главное, что необходимо золотистому ретриверу Это общение с человеком Постоянное и днем и ночью Голден-ретривер не сможет спать где-то на дворе или в кухне Они тихо и спокойно Примастятся возле вашей кровати И безмолвно будут охранять ваш сон Заводчики голден-ретриверов С трудом могут представить, что их питомцы одиноко Спят в самых комфортабельных вольерах Наверное, еще и потому, что люди, держащие и разводящие Этих замечательных собак, тоже особенные Смотрящие на жизнь как бы поверх будней и проблем И здорово, что такие люди есть У нас были щенки Первые щенки, первая забота Все спрашивают, что нужно делать Как ухаживать, как кормить Ну, так уже получилось, что я стала Газителем породы Ну, как бы, само собой сложилось просто Вот А уже потом, когда уже Лико стала старше Мы с папой не могли ее поделить Мне пришлось взять вторую собаку Ну, это тоже было Мы ехали за Вуди, я приехала Вот я с двумя, с Робиной Вуди Я тоже из Франции привезла двух В 2002 году воспитанники Лены Ушан Закрыли, как говорят профессионалы, чемпионские титулы Они по праву стали чемпионами Украины, Белоруссии, Молдовы Победителями специализированной выставки А мы с радостью желали перед рингами Ни пуха, ни пера Венцом побед, конечно же, стала победа На Хрустальном Кубке Украины Итоговой выставке года Где Робин Гудешилак заслуженно занял в Бестоншоу второе место Очень большая победа, крупная Вторая собака Украины Ваши ощущения? Вы слышали, как нам хлопали? Это самое главное Это большое счастье И большое... Не знаю, это так здорово Спасибо Вы думали, что победите? Нет Нет Группу, да, может быть А большое шоу в Киеве Хрустальный Кубок Я не знаю Я сейчас не знаю В этом году впереди Евразия, Европа Крупнейшие международные выставки И будем надеяться У одесских голден-ретриверов Все получится Голден-ретриверы Это собаки, которые Очень распространены В Европе В Америке В Австралии То есть это собака Которая сейчас Победно шествует Буквально по всем континентам Собака, которая пользуется Все больше и больше Любовью собаководов Неприхотливая Легко дрессируемая Ласковая То есть это собака Для городской квартиры Компаньон Животное Он идеально компаньон Предан всей семье И никого не выделяет Легко контактирует с людьми С детьми ведет себя Как старший брат У нас зло маленьких детей Вот младшему было год и три Когда мы брали собаку И основная Скажем так Характеристика Основная черта Которая нам Нас устраивала В золотистых ретриверах Это их доброе отношение К детям То есть это очень Миролюбивые собаки У них агрессия Это нонсенс И поэтому мы выбрали Эту породу И не жалеем А дети ладят с ней? Безумно У нас старший Любит больше кошек А вот младший Любит собаку Он на ней спит Он с ней гуляет Он на ней катается До сих пор Она его очень любит Она тоже с ним И катает его И бегает И у нас вечерние игры Это для нее Такое же большое событие Как и для них Ребенок смотрел фильмы С участием ретриверов Ему очень понравилось Золотистые ретриверы Вот на пути домой Первая и вторая часть И очень хотел Именно такую собаку Увидели Сын сказал хочу Взяли Пришел и видел Победил И не расстроились? Нет, абсолютно Абсолютно Друг семьи Компаньон прекрасный Сын прекрасно с ним играет У меня маленький ребенок Которому сейчас уже 5 лет И чтобы был друг Моего ребенка Чтобы был друг собака В этом смысле И оправдались Вот ваши надежды Он стал другом Полностью Оправдалась Потому что Она беспокоится Если ребенка рядом нет Она сразу его ищет Даже в парке Когда мы гуляем Она сидит И никуда не отходит Ждет пока он не придет А как он ладит с ней? Бывает такое Что даже они вместе Ложатся спать То есть когда он был меньше Вики лежала на своей подстилке И он пошел И заснули И спали 2 часа Как бы вместе Она даже не шелохнула Чтобы его не придавить Кроме этого Ко всем животным Голден ретривер Относится благосклонно Он спокойно живет Рядом с кошками И другими собаками В нашей стране Эта порода Очень молода Но уже нашла Своих любителей И почитателей Однако к сожалению Почти никто не знает Как должен выглядеть Настоящий Золотистый ретривер Голден ретривер Это достаточно мощная Собака С великолепно развитым Костяком Объемно головой Корпусом Но ни в коем случае Не похожая на сеттера Окрас золотистого ретривера Должен быть любого Оттенка золотистого Или кремового Но ни в коем случае Не красный Шерсть золотистого ретривера Должна быть Не слишком длинная Густая С хорошим подшерстком За счет особых Водоталкивающих свойств Шерсти Уход за ней Практически минимальный Шерсть у нас Длинная и красивая Но мне это нравится Я думала Будет больше проблем Я уже как-то привыкла К этому Убирается хорошо Дома сейчас Чище чем было раньше Когда не было шерсти Потому что регулярно Делается уборка Первые золотистые ретриверы Были достаточно темного окраса Но спустя десятилетия Благодаря моде И усилиям заводчиков Окрас стал осветляться И теперь в странах Скандинавии Можно видеть Практически белых голденов Сегодня существует Много споров По поводу окраса Золотистого ретривера Но любой эксперт Отдаст предпочтение Собаке В первую очередь Обладающей Лучшими движениями Типом И темпераментом Анни Акраса Лена, вы сегодня Выиграли выставку Специализированную Выставку Голден ретривера Ваши ощущения? Ну я счастлива Безусловно Судья был строгий Но очень справедливый Все что он сказал Это Ну Как бы Ожидалось Но так вслух Конкретно Услышать достаточно Интересно Вот Немножко удивлена Что девочка у меня выиграла Но с другой стороны Это приятно Потому что мальчик У меня уже выиграл Один раз монопородку Теперь девочка Теперь у нее Оба чемпионы Стандарт Голден ретривера Как и у породы Лабрадор ретривер Имеет два чтения Английский Признанный многими странами И американский Но при этом Очевидно одно Страна происхождения Великобритания Общий вид Это Симметричная Сбалансированная Мощная Очень активная собака С доброжелательным Выражением морды Характер послушный Сообразительный Ярко выражены Рабочие характеристики Темперамент Голдена Добрая Дружелюбная И преданная Собака Что остается добавить Можно сделать Самый важный вывод Ретриверы Являются собаками Для дома Для семьи Голдены Умные Хорошо И охотно Обучаются Прекрасные компаньоны В лесу На улице И дома Они роскошно Красивы Благородны И доброжелательны Им нравится Доставлять Радость хозяину Голдены Легко С удовольствием И очень индивидуально Общаются Со всеми членами Семьи И с пожилыми И с самыми маленькими Они охотно Принимают Образ жизни Своих хозяев Он очень хорошо Играет в футбол С ребятами Вот они там Черноморец тренируются И тренер даже нам сказал Что если бы Можно поставить Было на две лапы Можно было Пять игроков убрать Играется С кем хочешь Какая хочешь Самое главное Чтобы с ней игрались То есть В любое настроение Когда хочешь Она будет с тобой играться Вся жизнь заигрывает Да это вообще Что же хочешь Даст Только с ней поиграй Меня и сестру Очень любят Очень любят Ладскую нежность Как человек Он все отлично понимает Все что Можно разговаривать Просто по-человечески Как с любым человеком Светлый солнечный пес Больше Это самое главное Появившись на территории СНГ в Москве В начале 90-х Голдены за 10 лет Победно прошествовали По всем странам Некогда большой страны Появилось много Питомников Заводчиков Голден-ретриверов И в нашей стране Сегодня украинские собаки Признаются лучшими На крупнейших выставках И это искренне радует Как кинологов Так и почитателей Этой породы Впереди украинских Заводчиков Голден-ретриверов Много работы Но мы уверены Все получится И эти эффектные красавцы Станут настоящим украшением Домов и улиц Наших городов И принесут своим владельцам Настоящее золотое счастье